Привет всем высшим! Хей, да, сегодня я буду показывать вам игру моего детства Total Annihilation Kingdoms. Игра много для меня значит, и к тому же она спокойно у меня пошла на 10 винде. Но сначала я хотел бы порекомендовать вам мод под названием New Era. Не то чтобы без него было бы как-то неинтересно играть, но понимаете, всё-таки игра вышла в конце 90-х. А тут есть мод и ребята, которые даже по сей день работают, что-то балансят, добавляют какие-то новые механики, что-то исправляют, что-то патчат, и там куча исправлений. Поэтому давайте не ленимся, скачиваем и ставим. Тем более установка довольно простая, просто с заменой файлов. Что ж, и вот мы наконец-то дошли до самого геймплея. Здесь мы выбираем одну из четырёх сторон, каждая из которых представлена отдельным генералом, войском, ну и конечно же постройками. Также не стоит забывать, что всё в этом мире требует определённое количество маны. Так что да, нам придётся поставить побольше экстракторов для того, чтобы собрать большую и сильную армию. Лично мне геймплей чем-то напоминает герою Уничтоженных Империй. Хотя это возможно не самое точное сравнение, ведь в героях куда больше РПГ составляющей. Но и не стоит забывать разницу в возрасте. Не то, что это делает нашу игру чем-то хуже. Взять, к примеру, саундтрек. Здесь он просто волшебный, и слушать эту музыку одно удовольствие. Ну, попробуйте сами. И конечно же не забудьте написать в комментариях, понравился ли вам саундтрек игры. Всё-таки эта игра для меня многое значит, и мне правда интересно ваше мнение. Что же касается сюжета. Понимаете, проблема в том, что эту игру озвучивали разные компании. И мне попался перевод от 8 бит. И 8 бит сделало это крайне плохо. Причём настолько плохо, что когда я слышу озвучку этой компании, у меня идёт аж кровь из ушей. Но, что ж, судить вам. Для этого он покинул свои владения. Пройдя стражу Творца, Горогаес покинул Дариан навечно в небольшой рыбацкой лодке, чтобы не стать жертвой своей надменности, и в конечном счёте добрался до земель Криона, которые находились далеко на северо-западе. Являясь правителем Дариана, моя магия представляла серьёзную силу, но она избавила меня от всех радостей бытия. Я бы отдал всё, чтобы моё путешествие увенчалось успехом. И я создам из этих пустынных земель Криона великую страну, где я и построю город, в котором я и найду вечный покой. У них был металл, я даровал им металлургию. У них есть алхи... Но во всём остальном, хоть я и не фанат стратегии, я считаю, что это отличный РТС. И, кстати, помните, я говорил про модификацию? Так вот, лично мне нравится играть за Тараса. Это довольно прикольная фракция, которая представлена разными демонами, зомбиками, ну и, в общем, всякой нечистью. И, наверное, вы догадываетесь, что я люблю спамить огромным количеством зомби. Так вот, в обычной версии они просто тупо стоят и ничего не делают. Их нужно направлять. Они толкают друг друга и постоянно застревают. Что ж, ну а в модификации вы, наверное, уже догадываетесь. А если нет, давайте я вам сделаю небольшую подсказку. Каждый юнит здесь представлен отдельной моделькой, которая, так скажем, толкает другую, если у неё есть какое-то препятствие на пути. Так что, если вы направляете кучу драконов, там, или, скажем, каких-нибудь големов, в одном направлении, естественно, они будут толкаться, как-то стоять. И эта вот модификация, она как раз-таки устраняет большинство вот таких вот неприятных моментов. Да, они всё ещё толкаются, но они не так сильно тупят. Ну а зомби, зомби у нас теперь начинают ходить туда-сюда, патрулировать территорию. И если раньше они просто стояли на месте, то тут они ходят вокруг здания, ну или какой-то области, куда вы назначили им выход. Что же касается других не менее классных фракций, ну, например, фракция жен, которая представлена разными оборотнями, гоблинами, ну и, конечно же, орками. Им добавили новые защитные и прочие сооружения. Так что да, если вы фанат этой игры, ну или, возможно, хотите попробовать что-то новое, а эта игра всё-таки сделана в конце 90-х, в каком-то смысле, да нет, это и есть ретро-игра, ё-моё. Но даже учитывая, что эта игра стара как мир, я считаю, что довольно много здесь внимания уделено деталям. Например, когда юнит совершает убийство, у него появляются какие-то регалии. Ну там, например, золотой шлем, какой-то наплечник, какой-то корпус, ну и, конечно же, оружие. То есть он выделяется из всей армии, и, кажется, я, конечно, этого не проверял. Он становится сильнее. И, боже мой, из всего этого состоит игра, понимаете? Ну и, конечно же, самая сильная часть, как по мне, это звуки юнитов и, конечно же, сам саундтрек. Хотя многие звуки зависят от вашего перевода. Ну, лучше играйте, конечно же, в английскую версию. Это куда приятнее, как по мне. Что ж, и на этом, пожалуй, будем заканчивать. Я надеюсь, вам понравился мой ностальгический вой, и он вас не особо утомил. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких.